В Магадане продолжают работу над второй очередью парка Маяк. Глава города посетил стройку. На данном этапе проводят планировку под парковку, на которую правительство России выделило деньги. Цель визита в этот раз – синхронизировать работу дорожников, отметил Юрий Гришан. Глуд начинает с этой недели строительство дороги по улице Приморской. В скором времени закроют все разрытия. Есть некоторые уточнения с проектом по парку Маяк, с тем, чтобы в первую очередь делали парковочную территорию, прежде всего выставляли бордюры, и мы тогда уже будем понимать новый створ дороги, потому что дорога будет по-другому идти. Здесь не было никогда пешеходной зоны, будет пешеходная зона, будет расширяться улица Приморская, будут делаться дополнительные парковки, тротуары, лестницы, пандусы, чтобы не беспокоились, что вот мы забыли пандусы, ничего мы не забыли. От улицы Портовой пойдёт спуск к парку Маяк. Там установят ступени, пандусы, а также пешеходный переход к остановкам. Сейчас заканчиваются земляные работы. Кладут щебень, готовят место для асфальта. На объекте задействовано 12 единиц техники. Сдать парк планируют в следующем году. Специалисты отмечают, что в срок укладываются. Думаю, успеваем, если погода даст. Зимой будем готовить, материал будем заказывать, малоархитектурные формы. Зимой основной всё – закуп материала, заготовка, и к весне уже начинаем работать. Напомним, открыли парк Маяк в 2019 году. Реализовали его благодаря победе в 2018 году во Всероссийском конкурсе проектов. В сфере создания комфортной городской среды. Мэр Магадана Юрий Гришан продолжает работать с народными избранниками в рамках депутатского часа над конкретными вопросами, которые ставят депутаты. В этот раз глава муниципалитета провел выездное совещание на Пионерном с Петром Цветковым. Обсудили благоустройство микрорайона, определили те точки, которые больше всего волнуют магаданцев. Определились по первоочередным проблемам, выявили, какие проблемы будут в ближайшее время решены. Самые острые проблемы озвучены на сегодняшний день – это бесхозное хранение строительных материалов, отсутствие благоустройства во дворах, опасные объекты детских игровых форм, разрушенные лестницы и так далее. В ближайшие годы запланировано благоустройство во дворе «Энергостроителей-9». Сделают асфальтирование и планировку двора, а также установят малоархитектурные формы. Также в рамках наказов избирателей благоустраивают двор по улице Ямской. Глава города Юрий Гришан в ежедневном режиме держит на личном контроле ход реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги в областном центре». Так, на улице Якутской подрядчик перешел уже к асфальтированию дорожного полотна от улицы Полярной к улице Гагарина. Участок протяженностью около 400 метров по контракту стоит 34 миллиона рублей и включает не только непосредственно дорогу, но и асфальтирование замены около двух километров бордюра на двух тротуарах по обеим сторонам. Все идет по плану, но хотелось бы лучше. Вы видите, сколько дождей было, но во время дождей не останавливалась работа, потому что бордюр можно в дождь укладывать, фрезеровку делали, демонтаж бордюров на других участках уличной дорожной сети. Но вот эти первые погожие дни, они показывают, что уже вышли на асфальтирование. Во избежание повторений ситуации, когда свежее асфальтированное полотно дороги на следующий год вскрывается для проведения планового ремонта подземных сетей, все строительные работы теперь синхронизированы. Магадан Теплосети и Водоканал на год раньше планы начали здесь ремонтные работы и меняют воды и тепломагистрали сейчас, перед укладкой асфальта. В прошедшую пятницу прошло заседание Общественной палаты города Магадана, в ходе которого активисты обсудили несколько тем. Одна из них – установка на территории областного центра стелы с изображением герба Магадана и текстом указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». Быть удостоенным такого звания – высокая оценка за вклад колымчан в победу в Великой Отечественной войне и память о тех, кто отдал свои жизни на возведение и развитие города. Около года назад военно-историческим обществом проводился всероссийский конкурс на стелу, которая будет установлена во всех городах, получивших звание «Город трудовой доблести». Из 20 разных проектов, которые представили талантливые архитекторы и скульпторы, победил проект Дениса Стритовича. Администрация областного центра связалась со скульптором, и он сразу обозначил несколько вопросов, которые должны решить до того, как он прилетит лично. Самый первый шаг – это определиться с местной установкой данной стелы. От этого очень многое зависит. Это должно быть одобрение наших местных архитекторов, там, всех, кто занимается, ну, в том числе и населения. Дальше. И второе – это разработка самой концепции изображения. Вот там различные материалы, это вот сегодня современные самые, это как вы представляете, как фотографии будут, но они нанесены будут или на металл там специальный, или… Ну, это все оговаривается, все разрабатывается уже на месте, и в зависимости от стоимости, сколько это будет стоить, и от нашего желания. Одним из вариантов для возведения стелы выбрали небольшой сквер на 31-м квартале, потому что это очень удачное место для расположения монумента. Во-первых, это въезд в город, и все гости столицы Колымы сразу смогут увидеть эту великолепную стелу. А во-вторых, там есть проходная зона, поэтому люди легко смогут подойти ближе и внимательно ее рассмотреть. Кроме этого, на заседание общественники подняли вопрос, связанный с вакцинацией против ковида. В начале лета прививали около 700 человек в день, в связи с тем, что многие собираются улетать за пределы региона, где необходима справка о вакцинации, и также это нужно для будущих студентов. Но по словам главного врача городской поликлиники Игоря Николова, сейчас, когда в Магадане хорошая погода, и у колымчан появляются другие интересы в виде отдыха на море, рыбалки или охоты, то на все три стационарных пункта и три выездные бригады на прививку приходят около 200 человек. Это четко показывает, что темп вакцинации значительно снизился. Мэр областного центра Юрий Гришан считает, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы не потерять и этих 200 человек в день. Многие прибываются, и в том числе и первый, и второй, за пределами находясь в отпусках. У нас где-то 40% магаданцев находятся сейчас в отпусках. Вот они начнут возвращаться, и очереди в поликлиниках будут возрастать. Тем более, если еще и будет так, как говорили о том, что в календарь прививочный поставят как обязательную, тогда будет еще сложнее. Магадан В трех наиболее популярных парках Магадана выросла скорость интернета в два раза. На базовых станциях МТС в парке Маяк в Морском сквере и сквере Воинской славы была запущена технология LTE-TDD. Данные места отдыха собирают множество жителей и гостей города, поэтому там была просто необходима более высокая скорость интернета. Новая технология позволяет выдерживать значительные нагрузки на сеть без потери в качестве, что особенно актуально в период пандемии и в летний туристический сезон. Благодаря такой возможности колымчане смогут загружать более тяжелый контент. Например, интересные фильмы, хорошую музыку, клипы или просто вести прямые эфиры, не беспокоясь о плохом соединении. Покрытие LTE-TDD распространяется и на территорию второй очереди строительства парка Маяк, которую планирует создать в 2021 году. На территории региона свою активную деятельность продолжает оперативно-профилактическое мероприятие Путина. Главная задача ее проведения – это предупреждение и пресечение фактов браконьерства. Совсем недавно сотрудники полиции поймали с поличным одного из таких нарушителей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлен факт незаконной добычи водных и биологических ресурсов 39-летним жителям поселка Армань Ольского городского округа. Совместно с бойцами СОБР регионального управления Росгвардии гражданин был задержан. В его автомобиле полицейские обнаружили 92 хвоста горбуши, ставную сеть и надувную лодку. Все это впоследствии было изъято. И сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Согласно статье 256, часть 1 УК РФ, подобные нарушения наказываются штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет. Сейчас появилась возможность получить электронный дубликат СНИЛС в случае потери. Получение дубликата займет немного времени. Для этого потребуется полная регистрация на портале Госуслуг. Для начала нужно будет зайти в свой личный кабинет на сайте пенсионного фонда, используя пароль от своей учетной записи с Госуслуг. Далее выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». Нажать по вкладке «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» и затем на кнопку «Запросить». Также, если нажать на соответствующую отметку, то можно будет получить уведомление о готовности документа на электронную почту.